Ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения на прежнем месте в эфире радио Атинад. В понедельник, среду и пятницу, 16.16. Здравствуйте, вы слушаете передачу точки соприкосновения, которая выходит в эфир в рамках проекта радио Атинад. Сегодня понедельник, традиционно у нас обзор медиа, самые актуальные новости абхазского и грузинского медиапространства. Я напомню вам, что нас можно услышать по интернету по адресу www.radioatinati.g и посмотреть одноименную страницу в Facebook. Сегодняшний обзор вам представлю я, Майя Пипия. Ну что ж, начнем с абхазского медиапространства. И начнем с новости, которая была актуальной на минувшей неделе об одной из самых нашумевших убийств. 5 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы госбезопасности задержали гражданина Абхазии, Жиба Роланда, 1983 года рождения, уроженца и жителя села Гуада Чамчижского района. Жиба находился в розыске и подозревался в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 99, как сообщает издание Абсны Лайф. И он на сегодняшний день во дворе, он следственный изолятор. По сообщению издания, Жиба подозревается в убийстве Квицине Беслана, 1990 года рождения, уроженца села Атара Чамчижского района и жителя Сухуми. На минувшей неделе Айра сообщала о заявлении Тимура Нодарая, который сообщал, что информация грузинских СМИ о строительстве морского порта в поселке Приморск Гальского района не соответствует действительности. Он опроверг эту информацию и уточнил, что для строительства порта в этом месте нет соответствующей глубины, а сам поселок не входит в особую экономическую зону, которая создается в этом районе. Как известно, в нижней зоне Гальского района корпорация Остика выделена около 7 тысяч гектаров земли на создание особой экономической зоны. 4 тысячи из этих 7 тысяч заболочены. И еще одна новость, которую сообщала Обсны Пресс. Переносной комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения арена установлен на центральной трассе в Абхазии в районе поселка Приморская. Система автоматически отправляет данные нарушителям на все посты ГАИ. И переносный комплекс проходил тестирование в течение нескольких месяцев на разных участках центральной трассы Псо-Ингур. Интернет-издание Обсны Пресс также сообщало о том, что в рамках презентации инвестиционного потенциала Абхазии в Италии в городе Бари состоялось подписание протокола о намерениях между Сухуми, Ассоциацией Европы, Абхазия и одним из итальянских городов. Об этом сообщала пресс-служба МИД «Дефакту» Абхазии. Согласно этой информации, стороны договорились о расширении взаимовыгодного сотрудничества, укреплении дружественных отношений, обмене опытом и сотрудничества в области науки и культуры, продвижении торговли и туризма, становлении, развитии бизнеса и предпринимательства в целом. И еще одна информация. Абхазия Информ сообщала о том, что экологическая организация Абсабара приступила к реализации проекта «Содействие возрождению колхидского самшита». Сам председателя Госкомитета по экологии Мурман Соломко, директор НИИ «Экология Академия наук Абхазии Роман Бар» и представители Минсельхоза рассказали молодым экологам из общества о том, что можно и нужно делать для того, чтобы сохранить самшит в Абхазии, сообщает издание. Экологи намерены выращивать саженцы колхидского самшита в теплицах путем черенкования. Они уже получили тепличное оборудование. После двухгодичного тепличного наблюдения саженцы будут высажены в открытый грунт в местах, где самшит рос раньше. А теперь переместимся на грузинское медиапространство и начнем с новостей, над которыми работала и радио Атфинатрия. В Зугдиде на территории табачного склада произошел взрыв. В результате этого взрыва погиб менеджер склада Бесо Джгуши. По предварительным данным, взрыв был вызван коротким замыканием, хотя эта версия вызывает сомнения. В результате в Жиру возник пожар, который удалось локализовать. Также сообщается, что ранее в этом здании размещался Зугдидский офис ООН. Бесо Джгуши являлся другом единомышленником бывшего члена парламента Грузии. Представитель социалистической партии Тенгиза Джгуши возглавлял его штаб в предвыборный период. На данном этапе возбуждено уголовное дело по статье, которое предусматривает умышленное повреждение чужого имущества. Одной из актуальных новостей последнего времени являются общенародные обсуждения о предложенных конституционных изменениях, которое началось 5 мая в городе Кутайси. Интерпресс-ньюс сообщает об этом. Общенародные обсуждения, которые являются формальной процедурой для принятия любых конституционных поправок, будет проводить организационная комиссия из 9 человек, в которую входят 2 депутата из грузинской мечты, демократическая Грузия, 2 депутата от Движения за свободу европейской Грузии, 1 депутат от Альянса патриотов, 2 эксперта по конституционным вопросам, 1 представитель гражданского сектора международная прозрачность Грузии и 1 представитель аппарата парламента Грузии. Общенародные обсуждения пройдут в 11 городах в масштабах страны. Сегодня они проходят в Кутайси и завтра будут проходить в Зугдиде в 12 часов. На них будет присутствовать президент Грузии Георгий Маргалашвили. Тачки соприкосновения Ньюс Джорджия сообщала о том, что еврокомиссар по вопросам европейской соседской политики расширения Йоханнес Хан, который 5 мая побывал в Грузии, провел встречи с официальными представителями властей Грузии, на которых обсудил вопросы реализации соглашения об ассоциации подготовки к саммиту Восточного партнерства. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Кверикашвили еврокомиссар приветствовал полное задействование безвизового режима для Грузии 28 марта. И актуальная новость, подготовка к джем-фесту, которая уже довольно интенсивно обсуждается в СМИ. Грузинский фестиваль электронной музыки джем-фест попал в список лучших музыкальных фестивалей Европы 2017 года по версии британского издания Independent. Об этом также сообщают новости Грузия. В список, составленный обозревателем Кристофером Бинландом, вошли около двух десятков самых разных музыкальных фестивалей, которые пройдут этим летом в европейских странах. Бинланд информирует читателей о стоимости и хедлайнерах всех событий. Среди других музыкальных фестивалей, которые рекомендуются, создание фестиваля Роскелли, самой масштабной в Северной Европе, ежегодно проходящей в Дании, и поп-вечеринка Rock and Seine в Париже, норвежский фестиваль Ойя и другие. Ну что ж, на этом наш обзор подошел к концу. Вы слушали передачу «Точки соприкосновения», которая выходит в эфир в рамках проекта «Радио Атинати». Я вам напомню, что нас можно услышать по интернету www.radioatenati.g, посмотреть одноименную страницу Facebook. В этой рубрике «Передача «Точки соприкосновения»» мы предлагаем обзор самых актуальных новостей абхазского и грузинского медиапространства минувшей недели. Сегодня обзор я представила вам я, Майя Пипия. Всего доброго. Мы ищем «Точки соприкосновения» на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразное, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать «Точки соприкосновения» на прежнем месте в эфире «Радио Атинати». В понедельник, в среду и в пятницу. 16.16.